ну что вот мы перешли к следующему противостоянию северной америке во втором дивизионе оверсайт и tilted boys приветствуем всех с вами дантес и минус здравствуйте здравствуйте ребята смотри сразу же появились делим он и бис при он вис все верно ну смотри про команды хотелось бы немножко так поговорить первые первые игры будут вот команде оверсайт сразу хочу отметить есть два французских игрока следствием они играют матчмейкинг в европе и игрок с ником край он прям невероятно любит играть на самонерах это ликантроп фурион и бисмастер там прямо это вообще его какие-то сигны прям невероятные поэтому скорее всего фурион для него поэтому они его сразу так и фэпнули ну то есть фурион и так имба сейчас своеобразная то есть его и так много команд фэпают но все-таки фурион такой герой который на котором надо прям уметь играть то есть он имба но если ты на нем не умеешь играть скорее это больше руин чем имба вот так наверное и команде тильтат бойс тоже есть так игроки не и не того региона по моему там два украинца володька и вот рт до и карты до поэтому у нас каждой команде по два легионеров скажем так ну слушай смотри получается что тильтат бойс они прошли с открытой квалификации закрытой прошли уже на второй дивизион вот за оверсайд они упали с первого дивизиона во второй ну посмотрим вот это интересное будет противостояние то есть одни играли в высшем дивизионе другие ваши как-то снизу мне очень нравится уже раздрав потому что я скорее всего знаю что будет снизу снизу сейчас будет сумасшедшая советская в д висп которая пойдет харду вот если это будет не так просто потом я не знаю растопчешь меня где-нибудь на дороге потому что вич доктор висп пойдут точно в харду я уверен 90 не знаю на сто процентов я уверен и вич доктор будет качать короче второй скил и его будет невозможно убить вот сейчас мы проверим мою теорию на этот счет потому что я знаю есть такая одна стратегия висп в d это прям вообще сумасшедшая сумасшедшая тема скажем так я кстати слышал про нее видел там кто-то играл вот я вот этой байте играли и кто-то еще бейт но кто-то еще точно играл потому что вряд ли бэйт прям я запомнил бы нет но в паблике много кто играет но вообще это по моему бейт играли там в паник играл и кто-то еще да играл но я тоже так сейчас не скажу навскидку Это вообще пабовская тема, кто-то придумал в пабе эту связку, и мысль связки в том, что ты просто качаешь, берешь грехсы на ВД и качаешь хил, и под виспом ты просто идешь с этой меккой, я тебе серьезно говорю, тебя кидают просто в твою команду, в тебя миллион спеллов, ты просто в фулл хп стоишь. Вот прям реально фулл хп, мана у тебя не заканчивается из-за виспа, и качаешь талант, там есть талант на ВД, на хил, то есть там меньше, по-моему 25% маны, то есть меньше тратится на хил, и получается, что у тебя просто бесконечный хил, бесконечная мана, благодаря оверчаржу там еще, короче сейчас увидишь. Ну если они хорошо будут это исполнять, если вообще это именно связка, а не просто саппорты, то ты сейчас увидишь, вон видишь, что они банят даже, они банят морфа, ой, точнее, ну не морфа, а аппарата банят, так что скорее всего это как раз они в форду и пойдут. Ну так и есть, но связка, я слышал о ее значимости, о ее особенностях, такая связка, хорошая. Но поможет ли она, я не знаю. Это мы увидим. Мне кажется, что-то нужно посерьезнее добрать. Не, это просто связка на линию и очень хорошая такая, ну то есть начальная какая-то там доминация, скажем так, просто против этого невозможно драться. Поэтому надо добирать более что-то серьезное по макро, вот сверху, например, все пока хорошо, касаемо макро и линии и все остальное. То есть у них уже есть фурион. Скорее всего линия будет фурион-тренд, наверное. И дезераптор, наверное. Ну ладно, по линии пока сложно. Фурион может и в харду пойти и на легкую. И дезераптор тоже может пойти и в харду и на легкую. Сейчас дезераптором по-разному играют. Либо на пятерке, либо на четверке. На четверке там обычно берут арканы, блин, как аним. Билд такой. То есть сейчас тоже довольно в моде. Ну а тренд, скорее всего, это пятерка. Но, но, но. В рентон тоже можно играть четверкой. И Катаоми, допустим, там в Энтити играл. И довольно-таки неплохо у них там получалось. То есть тренд тоже играбельный на 4 на 5. Как и дезераптор. Как и дезераптор теперь. Вот дезераптор это признан, ой, точнее признан, ну таким, уже, точнее признан пожизненной пятеркой. Но на самом деле нет. Вот сейчас начали играть им четверкой уже. Через блинк арканы аганима. Поэтому пока вообще ничего не понятного у Оверсайд. Я просто хочу увидеть, как исполнять будут. Герои интересные. Ну вот относительно того, что сейчас хоть тренд там он в мете, но как-то его сейчас уже не так часто увидишь, как раньше. Вот. Ну его немножко подубили, но глобально на самом деле, тренд такой же сильный. На самом деле. Поэтому... Вообще... Ну, глобально ничего не поменялось. Просто геймплей немножко поменялся. Именно конкретно вот... На тренде чуть-чуть сложнее играть. Но он все так же хилит эти вышки. Все так же дает ульту сломанную. Ну и так же дает этот второй... Ой, семечко это тоже сломанное. Поэтому... Да, герой очень сильный. По урону вот эти, которые там бегают по линии, просто кошмарит. Семечко от хил, ливинг армор от хил. Там плюс замедление. Потом ты еще с шестым. Реально там... Забегаешь в файт. Можешь просто эту ульту поставить как угодно. А от нее все равно будет польза. Смотри. На Пака вообще ничего нет. Я считаю, что на Пака нет ни одного стана. Его невозможно убить в этой игре. Только если как-то не с привязки шторма и потом продлить. Снэпфайер и Вич Доктор вообще ни в какой реальности не могут застанить Пака. Никогда в жизни. Только если Пака глаза закрыла и клавиатуру выкинул в окно, наверное. А по-другому это невозможно. Получается, что у нас? Фридрафт. Но. Не, не, не фридрафт. Но. Но. Пак вообще как бы издавна не любит героев, которые ходят пятером. Если это все-таки ВД, Висп, Вофлейн. А это точно уже ВД, Висп, Вофлейн. Потому что Снэпфайер 5. И у них точно есть мидеры. И не хватает нас пик кэри. Пак не любит героев, которые ходят пятером. Ну, точнее, драфты, которые ходят пятером. Потому что зачастую там есть пайп, грифсы или что-то в этом духе. И Паку надо очень долго сплитить, чтобы войти в игру, чтобы хоть какой-то урон вносить. Даже пусть на него нет контроля. Но. Паку тут надо быть огромным. То есть ему нужна Кай Сэнш. Нужен Октарин какой-то там. То есть вот такие вот. Ну, большие. Точнее, уже весомые артефакты. И банят кэри тоже. Все-таки надеются, что это фурион оффлейн. Так как Край у нас, вот который француз на самонерах играет. Он все-таки оффлейнер. Насколько я знаю. И знают, видимо, об этом Тилтед Бойс тоже. Поэтому они банят всех кэри. Я тоже склоняюсь, что у обеих команд скорее нет кэри. Вот. Я, собственно, закончил. Ну, похоже на то. Похоже на то, что действительно нет кэри. Забанили антимага. Забанили Абадона, которого берут сейчас на кэри. И с радианцами бегают по-новому вот эти вот появились. С того, как радианц подешевел. Вроде насколько там, на 500 подешевел на 300-х. Там что-то, да, в этом духе. То есть не сильно-то и много, но вот смотри, как это вот, как в доте это все играет, что буквально артефакты не поменяли, ну, концепцию, то есть все то же самое. А ты просто быстрее добираешься до Сакрада и все. Да, да. Это сильно роляет, на самом деле. Какая-то смерть тебе одна, может, могла раньше его остановить, а сейчас ты его уже купил и все. Вот. Доптайм есть, берут Войда. Я думаю, что надо брать Врискинга наверх просто и все. Врискинга? Ну да, это... Хотя против вот этого ВД Виспа... Не знаю, я думаю, что надо брать ВК и просто сплетить. Ну, то есть качаться на паке, качаться там на ВК и потом как-то уже файты принимать. Слушай, я, наверное, даже не скажу тебе, какой керри здесь неплохо выглядит, в силу того, что ты очень много перебанили. Да, перебанили действительно много. Еще неплохо Финт, я думаю, что... А, беру керри Марси вообще. Забавно. Ну что, что скажешь? Просто Финт, чем мне нравился, потому что Финт неплох с трендом на линию. И в теории тренд Финт вообще выносит этих Вич-докторов с Виспом. Благодаря Кайлам этим, которые можно настакать. И семечку. То есть их можно же на линию не выпустить на самом деле. А так они будут сейчас стоять, просто Марси... Ну, я считаю, что Марси это вообще слабый лейнер. То есть они сейчас будут стоять либо 50 на 50, либо их ВД с Виспом вообще вынесут. Ну, посмотрим, посмотрим. Мне интересно на самом деле больше другое. Как команды... Насколько команды разного уровня. Пока просто непонятно, первая игра типа сезона, то есть все такое. И непонятно, кто как играет. Но мне кажется, люди сверху должны играть посильнее. Ну, то есть за оверсайд. Может не намного, но посильнее. Но сверху, мне кажется, точнее снизу интересная стратегия. Посмотрим, как они ее реализуют. Если брать просто именно по драфту, то я бы поставил наверх. Ну, я пока не могу сказать, на кого бы я поставил. Потому что действительно очень сомнительно. Мой предикт все-таки наверх перейдет, чем нет. Ну, мне очень интересно посмотреть первые 10 минут, правда. Там уже можно будет поточнее сказать, кто как играет и все прочее. Свои фразочки спамят сидят. Правильно делают. Верно. Так, в ожидании, наверное, ферст блада какого-то вон там команда оверсайд по боту бежит. Но никого они не встретят тут. Ну да, в ожидании, кстати, в рейсбан покупать себе и адресочка. Кстати, как тебе скин на виспан новый? Вообще, мне очень не нравится, если честно. Не нравится. Я все время путаю его с кем-то другим героем, когда вижу этот скин, потому что он как-то вообще не похож на... Я думаю, что это какой-то... Вот ладно, серьезно, без шуток. Если висп стоит на месте, первый раз, когда я увидел такой скин, я подумал, что это какой-то вард, новая модель варда. Ну, именно, когда он не разбирается, вот сейчас, вот, посмотри, он встанет на место, и он соберется в этот, ну... В кружок. Да, в кружок вот это единое целое. Вот. Мне вообще плевать, что происходит, я буду смотреть до тех пор, пока висми остановится. Интересно, кстати, мне очень нравится. Ну, короче, я думал, я подумал, что это вард будет сначала. Ну, не знаю, мне не нравится. Это, знаешь, что-то на уровне... Есть какая-то вот прям классика. Вот все плакали там про виспа, что ему нужны какие-то шмотки и все остальное. Я считаю, что виспу вообще никакие шмотки ему нужны. Есть такие герои, которым вообще ничего не надо. Вот он есть в висп, и все, и пусть он будет в висп. Какая-то там у него есть какие-то минимальные наборы вещей, и все. И пусть он будет. То есть, это не ликантроп, допустим, у которого там 25 тысяч вариантов волков, 25 тысяч вариантов, точнее, его там одежды и все прочее. Ну, условно там, да. Я думаю, что висп все-таки должен быть попроще в этом плане. Поэтому мне не нравится. Я, собственно, закончил дискуссию про виспа. Открою крипов себе. Шторм уже 4 штучки, кстати, добил. И 2 заданная. Трех заданная. У меня, кстати, почему-то мышка пропала. Как так? Просто нет мышки. Непонятно почему, но не критично. Так, а что у нас там? Войд, кстати, 2 крипа. Ну, сейчас он там пропустил. Правда, еще парочку почему-то по таврам. Кстати, нападение на снефаер. Снефаер могут забрать. Глимс работает и ласточка залетает. Нет, не залетает. Фарифаер выживает. Снефаер. Да, все-таки фариончик. Это все-таки троечка. Как-то я говорил про этого Монтнического игрока, скажем так. Ну, пока... Должны тут вообще пассивные сбивать. Пока же наизбивать тут. Нет, не пассивные. Просто качаются. Тут особо-то и нечем прям убить. Вот именно так быстро. Более-менее ровно все стоят, на самом деле. То есть, вообще никакого там прям глобального перевеса нет. Вич-доктор. Чуть-чуть. Не добивает крипов, на самом деле. Только разве что. Остальные более-менее ровно стоят. Должен поднабрать, потому что на ВД неплохая анимация атаки и урон. То есть, тоже не мали. Поэтому... Сто процентов вернется он по крипстату, плюс их невозможно убить. Сказал я, и Вич-доктор Фидит, да? Правильно? Да-да-да, я вот смотрю на это. Ну, не-не-не, не Фидит. Это связка, видишь, два хила. Мне интересна раскачка. Будет ли он брать каски на третьем уровне или он просто возьмет хилл 2? По идее, должен каски брать. Мне кажется, а потом только хилл уже вымакшивать. Потому что без каски играть на Вич-докторе, это я не знаю. Как на рыбалку. Сам придумай, без чего. Я здесь. Без удочки. Без червей. Без удочки. Кстати, про червей. Ладно, не буду ничего говорить. Там, кстати, Вич-доктор забивает дедзонт, хубиных пресс-блат. Так что, связка пока... Ну, вроде... Ну, я ничего не могу сказать. Пока... Ну, не... Еще не работает пока что. Ведь позже... Она не должна работать, типа, прям... Вот так вот. Она по игре в целом должна работать. Но вообще, не знаю, как они фидит, они просто ошибаются. Их в Марсе просто выкидывает. Такого вообще не должно быть. Вич-доктор сам подставился, на самом деле, первый раз. Вот я пропустил немного, как он умер, но... Первый раз он сам поставился. Но пока из того, что я вижу, как вот на драфте мне показалось, команда слева играет гораздо сильнее. Ну, не зря. И именно, мне кажется, индивидуально. Кстати, посмотри на количество хп у таверов в топе. Как тебе? Ну... Именно минуту. А это вот тебе край. На собмонерах любитель поиграть. Да, да. И на минуту посмотри. И крипстат его посмотри еще. Дефиннадцать. Дефиннадцать. Но это сильное заявление здесь. Понятно, что там есть какие-то тренды, там, которых он сам все знал. Но, по-моему, он вообще... Все хорошо пока делает. Ну, я думаю, там максимум 2-3. Так, который он знал. Да, не зря у него 30-й преланк. Ну, я, по-моему, все самонер 30-й. Ну, неудивительно, учитывая то, что если он их действительно любит, то там, наверное, потеет каждый день. Не фаблики. Так, а на медочке-то у нас 126 на 7, 22 на 1. Ну, одно и то же примерно. Ну, так. А, кстати, на боте... Пока избивают, пока избивают вообще всех без шансов, если честно. На всех линиях. И в боте Лич-Доктор этого с виспом избивают. И в топе избивают Вайдар. Как-то даже грустно. Со Snapfire. Просто реально избили. Интересен билд еще мне Фуриона. Наверное, это будет Аганим первой шмоткой. Я думаю, что на харде надо такой именно билд делать. Кстати, по поводу вот этого Аганима. Короче, на Beyond the Summit, в Элдкарт, взяли себе Фуриона. Не помню, по-моему, на нем играл Арк или Санлайт. Короче, кто-то из них на нем играл. И они взяли, короче, на этого Фуриона. А он был Керри. Взяли Аганим на него первым. А вот это именно на Керри. Да, да, был он на Керри. То есть именно это Арк, значит, играл. И, короче, получилось так, что он им вообще подносрал жестко, потому что это Керри был. Ой, и Ферта не доиграл в моменте. Даже пропинговала из-за этого. И Ферта погиб. Нет, не погиб. Он не погиб. Что? Как они его не забили? Ну, там... Ну, не повезло чуть-чуть. У него просто армора было очень много, потому что у него был в Рейсбэнт и Бэнт Эльвис Кильд на ловкость. То есть добавляла ему армора, просто не хватило урона. Ой, и добавик меня. Больше меня, больше меня знаешь, что смутило? Почему он прилетел с 20 хп на эту же вышку? Ну да, такое себе делали. А не на базу, а не на базу. И сейчас он просто будет стоять в ФК, Крайсис, может эти вышку даже допушить. Да, они и сделают. Да, кота поедет. Сейчас у всех хрип, всех хрип общий перед нами. И что-то там в стороны прилетел. У него 90 маны. И зачем он прилетел? Ну, есть вес, но много манта не даст. Прилетает пак, дрим-калл поставил по двум герам прекрасный. Все, они все тут умерли. Тут поплыли. Ребята, Володька погибает. И Пак, кстати, идет дальше. Идут они за Вайдом, но это уже далековато. Хотя, Пак готов. Виспа, Виспа убьют. Почему не прыгают в арбу? Глимсанули пока непонятно для чего. Ферты просто остался на месте. Ну, Висп останется, скорее всего, в топе. Потому что Вайдом нужен отхил. Но прилетает тоже. Фурион не прочитал ману шторма. И на самом деле был шанс, что Фурион все-таки умрет. Мог просто телепорт нажимать. После того, как шторм поставил ремнант, у него оставало 5 мана, по-моему. То есть у него мана даже на притяжку не было. Надо было ему просто улетать в Фурион и все. Я не знаю. Это какая-то... Вот мы смотрели с тобой предыдущую серию. Там было как-то... Короче, такого там не было. Здесь я вот прям вижу, как будто бы игроки вообще на голову выше. Слева. То есть за Рейдинг, чем за Дайер. Вот просто даже по элементарным действиям буквально вот за 7 минут. Ну, мы должны понимать, что Оверсайд все же играли в первом диве. Ну да, да, да. Они прошли из открытых вал. Вот. Это тоже играет свою роль. Кстати, снова есть DreamCoyle упак. Остается прекрасно по двум героям. Шторм в контроле. У него есть мана. Сможет улететь. На сцене пока что работаем. Не добьют ни за контролем. Не будет у него, да. Нет там. Глиблинг спулдау, маны нету. Все равно тоже, да. Убивают вещдоктора опять. Ну, тут, похоже. И весь Марси даблкил походу. Ой, немножко. Вот, мне кажется, из-за этого можно было сейчас ошиб... Ошибиться очень сильно и не убить. Вообще его, не да. Он не добьет его, да. Но это не важно в целом. Он один на два сделал килл на тройке. Я думаю, что это была хорошая идея. Ну, вот тебе вот такая вот игра. Ну, видно. 3000 перевеса на девятой минуте на команду Оверсайд. Видно, что ребята не то, чтобы что-то умеют в доте, но умеют играть точно. И он выходит Майл Штром. Не будет тут никаких Аганимов. Будет, видимо, Глибнир. Просто решил. Или просто Майл Шторм, а потом Аганим. Просто сплетить хочет быстро. Ну, не то, что сплетить. Просто, скорее, вообще другой сборки нет. Ну, вот что ты соберешь на Фуриона после Пауэр Трэдс. Это либо Аганим, либо Майл Штром. Ну, если ты играешь на тройке, что ты еще можешь собрать? Как будто бы и ничего больше. Метер Хаммер, спруты закрываешь и кастуешься. Не, можно, конечно, попробовать поиграть через Орчет, через такой старый билд, но он даже... Сейчас уже Димольд так не играет. Да, не, ну можно поиграть, можно все равно. То есть в этой игре Орчет неплох. Он бы... Да, вот он все-таки ставит вот себе просто Майл Шторм и потом сразу Аганим. Потому что сейчас билд он один. Ну, то есть не то, что прям один. То есть он разный немного, но собираешь ты один и те же вещи в разный поставить. Опа, кстати, Володька в миде нашел Дезераптора. Володька, ну, на фул ману, кстати, практически... Ну да, все потратил ману, но отдали. Снепфайр. Володька бежит, но Володька, скорее всего, никуда не убежит. Кстати, там Марси запинывает еще в боссе. Доблкил. Опять двоих. Слушай, мне почему-то кажется, что эта игра будет длиться минут 18. Возможно, возможно. И потом немножко переклинит у команды справа, и они просто напишут в игре. Но посмотрим. Но пока просто я вообще не вижу никаких аутов. Просто нажал по личному, ну, то есть уровню игры, что тут как-то могут рассчитывать на какой-то камбэк команды Тилд Бойс. Действительно, это так. Кстати, Войт единственный, кто ни разу не умер. Ну, там были моменты, где он мог умереть. Просто это правда. Один как минимум точно, когда ему 20 пп оставили. Я вообще в шоке. Я, честно, я уже похоронил его у себя в голове. Я, кстати, почему-то до сих пор сижу на Крепстате, почему-то смотрю его. Ну, я думаю, особо, если бы я посмотрел на Нетфорс, я бы сильно не удивился. Ну, в тысячу разница. Там три кора сверху у The Oversight, и затем сразу просто три кора идут. Килд Бойс. И все очень сильно проигрывают. Вишдоктор вообще 3000 имеет на 12-е. Это какой-то вообще ужасный Нетфорс. Ну, да, для Hardlaner это прям очень мало. Ну, понятно, его там пенали на линии. Ну, как пенали. Пенал, потом Марси и сама пенала. Двоих сразу. В Марсе 5400. Очень много. Причем это будет в Марсе без Battle Fury. Это будет такой... Да, аж, кстати, Шторма здесь находят. Бедный Володь, кстати, к Шторму. Еще ультимейт там, тренд протекторы его накрывают. Ну, и заберут, конечно, без шансов. Но потратили желают. Опа, хроносфера, фэрфэк, готов рубить. На самом деле, я убью дезераптора, но Водь сдохнет. Водь действительно погибнет в этой драке. Хотя пока что живет и на Краполяк. Можно попытаться выжить. Но нет, край прилетел. Больше так не получится, как в предыдущий раз выжить. Да, и мы дали... Указка Левел-1. Мредик Левел-1 сбивает моментально ульт. Вишдоктору Сайлансом Пак. Прыгает на Орк. Но пока все в кулдауне. Сейчас слишком маленький уровень у Пака. Но что, отпустили? Ну, все потратили. Избиение. Все, все потратили. Это единственный шанс. Ну, то есть, как-то от спеллот своих играть. Но у них спеллот настолько большого кулдауна. То есть, хроносфера. Ульта Snapfire. Как играться теперь я вообще обаять? Так, как там в Марсе дела? Скоро к БКВ появится. Паликон, ПТ-шечка, Брейсер. 6-300 инфорс. На 12. Это очень хорошо. Это очень хорошо. Это очень много. Ну, наипонятно, он там даблкил себе на линии оформлял соло. Без помощи чьей-либо. И, конечно. Передумал Аганим делать. Грипнир хочет купить. Все. Отчасти, наверное, правильно. Там Марсе находит на свайда. Но Перт отойдет. А тут уже и команда подходит. Оверсайд. И... Да, он нравился. Очень хорошая связка. Мне всегда нравилось. Именно... Ну, даже не то, что вот это вот именно конкретно эта связка. Мне всегда нравились связки, в которых разрывается глинки. Это просто красиво выглядит. Дримкоил. Услово. Ну... Ой, да. Дримкоил, точнее. Например, Тинни очень хорошо работает. Дримкоил. То есть там... Ставишь просто койл. Вентально Тинни там просто берет, выкидывает на кого-то и... И все, да. И уже встань. Еще идеально это делать там под последние там-то секунды буквально. А потом просто продлеваешь там, допустим, овэлэншен. Ну, короче... Есть как поиграть. Виртуально красиво. Да, так. Там, кстати, нападение. У нас прилетел бой. В кавычках. Просто в два ультимейта. Ну, да. Пока непонятно. Потому что просто происходит какое-то избиение. Хотя убили Диздраптора и напали на края. У края могут быть все проблемы. У Марси нет ульты, на самом деле. У Марси. Ну, у Марси нет ульты, но она прекрасно дереваться. Кстати, тем временем погибает Рампротектор. Она просто дала хил Сайтит, точнее Фуриону. И Фурион просто избил всех. Отхилился. Край, кстати, живой, если что, до сих пор. Да, да, да. И как будто бы прямо сейчас напишут, что good game. Такое ощущение. Да, я, возможно, даже не угадал со временем. Возможно, ты проследил гораздо раньше. Ну, собственно, вот я все и понял. По уровню команд. The Oversight на 5 голов сильнее, наверное, чем. На 5 прям? Ну, может не на 5, но на 2 как минимум. А, кстати, мне даже интересно посмотреть, что по рангам. Просто... А, тут ты так не посмотришь. Да, тут в Dota так не посмотришь из лобби. Из лобби тоже не посмотришь. Ну, в смысле, в лобби пока не все, тоже не видно. Да, да, это только можно потом в конце игры посмотреть. Ну, я тебе сразу могу сказать, у края вот у этого именно европейский ранг, если брать его, у него был всегда где-то там 100-500. То есть, это довольно-таки хай ранг для Европы. Ну, да, это хорошо. У вот этого саппорта, который на лидераптно играет, он тоже с францией и с францией. И у него был ранг около 500-600 европейского. Что тоже не является плохим, я считаю. Ну, то есть 500-600 в Европе это много. Ну, да, учитывать просто то, что не около 9000. Нужно учитывать, что конкуренция в Европе помощнее. Это верно. Нежели там северно-северно-северно. Про других ничего не знаю, если честно, вот вообще не про кого. Я думаю, это можно посмотреть, какие точные ранги. Но там, скорее всего, у ребят в ранних тысяч. Тысячники, может быть, двухтысячники. Не-не-не, двухтысячники, ты сильно загнул. Если люди-то... Мы про кого говорим? Про... Фильдбойс. Нет, я имею... А, ты про всех именно говоришь? Нет, я думаю, что... Я думаю, что где-то 500-600. Смотри, афер на поставках на ферма, металль тоже ультимейт кастуется. Вот степаер. Края даже, скорее всего, не заберут. Хотя болотка пролетает, забирают. Нет, забирают, забирают. Ну и тренда уже, наверное, здесь не отпустят. Так, ну там, правильный режим-то разобрали. Марси вообще не в драке. У Марси нет льда, он не спал убил недавно. Пак как будто бы готов был все драться. По-троим дремкоил поставил, но... Нет, он просто, я думаю, что на отход поставил. Он на отход поставил, потому что его хотели убить. Там, типа, он поставил, чтобы просто его не забрали. Выбирается руна иллюзия. Очень хорошая руна против Вайда на паке. То есть можно спокойно вообще тусоваться, делать, что захочется. И не бояться получить тайм-делейшн. Потом просто снимаешь его иллюзиями и все. Потому что паку тут вообще на самом деле... Вот единственный спел, который мешает играть паку, это тайм-делейшн. Согласен, да. Больше вообще нет ничего абсолютно справа. Только тайм-делейшн. А у него сейчас есть иллюзии против тайм-делейшна. Поэтому вообще максимально фривольно себя может ощущать. Не стал прыгать в арбул, просто дайгером прыгнул. И забирают... Вообще не знаю, за 2 секунды просто забрали двух героев тут. Просто стерли их и как будто бы сейчас... Либо будет заход на Рошана, который, в принципе, им не нужен, чтобы сейчас выиграть игру. Либо... Просто... Произойдет то, что Тильдет Бойс будут вчервером сидеть на базе. И там Войд будет просто вот как он сейчас делает в боте. Так, кстати, Пак, кого-то нашел. Пак, нашел у нас волочку. И волочку запинали вместе с краем. Лиз попытался захилить, но может было без шансов. Хотел посмотреть... Я услышал звук порчи, да кто это сделал? А это у Шторма, называется Орчина. Давно я у Шторма порчить не видел. Да, сейчас какая-то более модная через Пальпенблайд Каю. Сборка или Пальпенблайд Вичблэйд. Или просто Вичблэйд Кая. Ну, что-то вот такое. Да, да. Просто Орчид Шторму по-хорошему вообще ничего не дает. Ну, вот что он ему дает? Сейчас? Раньше... Ну, нет, понятно, он дает там урон, скорость трати и все остальное. Но именно как Шторму, как вот юниту, скажем так, интеллекта, как герою интеллекта, он ему ничего не дает. Потому что старый Орчид собирался из-за Блевен Став, ну прям супер старый. И, ну, интеллект, собственно, имелся с Орчидом. Поэтому был какой-то смысл в этом. Не только, чтобы кому-то дать сайленс, а еще и как ради стату. Ну, смотри, они просто летят по всей карте, оверсайты просто запинывают. Фильдер Борис. Ну, вот такой мобильный пик. Пока мой кредит, мой мобильник не сбился. Ой, не сбылся. Ну да, на 18-й мете должен пригрейм написать, я сказал, но... Ну, это все же DPC, и тут вряд ли такое возможно, хотя... Да нет, возможно, вполне возможно. Я вообще считаю, зачем играть, если ты не видишь шансы на победу. Вот если они реально видят шансы на победу, то, блин, ну, они очень оптимистичны. Или, ну, нереалисты, скажем так. Ну да, если честно, 29 на 7, такое ощущение, будто бы... Это классика. Это классика, такая вот Virtus.pro. Одни из первых начали это пропагандировать. Еще старый Virtus.pro, который именно вот тот золотой состав, что если что-то идет не так в игре, лучше просто на 15-й гг написать, тебя просто выносит, чем терпеть 35-минутное избиение и все равно проиграть. Лучше просто пойти next и с новыми силами просто... Ну, не тильтовать себя лишний раз, скажем так. То есть зачем сидеть и ждать, пока тебя вынесут, и ловить тильт просто с каждой секунды игры, где тебя просто сносят. И ты понимаешь, что, скорее всего, ты ничего не сделаешь. Ну, отчасти это правда, кстати. Начинается драка, но Ферти пока не поставил почему-то хронную сферу, разорвали ему дрем Койл. Ультимейт это трендап. Ультрафрендап, ультрафрендап, ультрафрендап. Так, продолжение пока мы не видим, хотя молотика врывается у нас в края. Но убить его тоже не получается, какой же он толстый. Пока я смотрю за Войтом. Я вот просто даже взял и смотрю за Войтом. Ой-ой, все, Войт, хронную сферу. А ультимейт это файр. А ультимейт-то нет. Ультимейт в таверне. Ну и Войда, скорее всего, здесь уже заберут. Март прожимает ультимейт. Программает фукинг баррой. Забирают Войда и заберут, скорее всего, еще и... Вот, ты видел? Ты видишь, что произошло? Да, да, да. Вот это так работает. Если грамотно использовать, у него было 100 хп. Он под оверчанджем нажал в меку, у него стало 1100. То есть он отхилил себе 1000 хп. Ну, это имба. Это сумасшедшая имба. Просто, ну, немножко разного уровня, я говорю, команды тут. А атака, это прям вообще невероятная имба. Слушай, а гг не пишется, глиф прожимается. Гг не пишется, ты прав. Но, честно, не верится, да? Вот, как бы там... Некоторые люди, кстати, очень... Знаешь, они вот... Им не нравится, когда во время каста говорят, что какая-то команда уже прям 100% доиграет. Ну, или там, когда за какую-то команду очень сильно болеют. Ну, слушай, я могу сидеть поддерживать вот этот вот якобы дух соперничества, но мне кажется, это будет наоборот неискренне. То есть если я так не считаю, что тут есть шансы, то зачем их поддерживать? Ну, да, ты прав. Вот в такой игре поддерживать, ну, очень сложно, потому что банально... Ладно, если бы мы видели хотя бы какой-то лучик, да, где был бы один хороший файл. Ну, и когда есть за что зацепиться, я готов, как бы, я готов. Но я просто не вижу, за что можно зацепиться, ну, действительно. То есть, да, можно продолжать какой-то верой там в команду что-то рассказывать, но вера должна быть чем-то подкреплена. То есть хоть каким-то мувом, действием, я не знаю, ситуацией, героем, который может перевернуть или что-то еще. Вот. А выдавливать из себя то, во что ты сам не веришь, ну, не знаю, я думаю, что это не совсем искренне, поэтому я не думаю, что я хотел бы таким заниматься. Собственно, я и не занимаюсь, я похоронил их на 10-й минуте уже, поэтому вот так. Если даже не раньше. Скорее всего, раньше. Скорее всего, раньше. Когда я увидел, сколько хп у Т1 Тауэра в топе на 4-й минуте. Там было все понятно. Да, там больше половины уже не хватало у вышечки. Смотри, в смаке стоят очень хорошо, есть блин у Марси, БКБ, башер, он сейчас просто с ульта. Все, я смотрю за Марси. Я просто смотрю, как он сейчас будет прыгать и пробивать кому-нибудь вот эти вот троечки. Так, но пока что Одиссей врывается. Он ждет, ждет, Марси ждет, Марси ждет какого-то Кора. Марси ждет Кора, Коров нет на базе. Опа, очень хорошо отпрыгнул Виспа соседнего, Виспа, последняя тычка Париона, на! Она так красиво летела. Да, да, это правда. Но Гудгейм не прописывается. Ты прав, Гудгейм не прописывается. Играть будут до посидения, видимо. Ну, может, они сидят там, но некоторые люди, они получают удовольствие. То есть, просто от игры, они могут то не тильтить там, да, а просто сидеть с ней. На самом деле, кстати, есть еще один вариант. Когда ты знаешь точно, что вас несут, и знаешь, что у тебя нет времени поговорить между играми, ты уже понимаешь, что вас сносят, ты просто доигрываешь и разговариваешь по поводу следующей игры. Ну, это я тебе точно говорю, что такая практика есть у некоторых команд. То есть, они не пишут ДГ, для того, чтобы просто поговорить, да. Когда и так уже все понятно. То есть, они тоже уже понимают, что шансов никаких нет, но они используют это время, чтобы просто обсудить что-то. Ты, кстати, видел, да, Вич-Доктора? Да, откинулся. Марси, блин, с таким надворцем еле-еле, блин, пробивает. Даже вот сейчас. Я говорю, это сумасшедшая стратегия вообще, но ее надо уметь использовать. Как минимум, не проигрывать линию, потому что я считаю, что такая линия вообще не должна проигрывать никому. Да, Волочко, вылетел в Марси, но есть комплексник Барси, не ошибаюсь, да? Нет, нет, нет. БКБ нету, но там как будто бы дэмэдж есть, но одновременно его нету. Ну да, Марса все-таки убили. Глимсуют, кстати, обратно Волочко, Волочко может здесь уходить. Пока нету, Марса нету, и вряд ли буду драться, край. КБТП? Я просто ждал, что сейчас войдет, знаешь, прилетит на телепорте, прям сейчас он уже лезался, только вот. Валя, сему назад и прилетит, и хрона поставит, но в никуда. Я почему-то ждал этого момента. Ну что я могу сказать? Трант протектор и дезрактор. Такие супер, как будто метовые прям саппорты. Здесь вот они решили, ну, они в смысле тильтит пояс. Какой-то такой задумочкой сыграть, и как-то не пошло у них вообще максимально. Возможно, кстати, если бы они играли какой-то метой, я бы не сказал, что они прям на 20 тысяч голов ниже. Так, смотри, в Марсе снова врывается в драку, Володька. Смог все-таки ускакать, кстати, Шторм в никуда, к сожалению. Володька выскочил, потеряли только Беспа. Очень странно, что вообще Шторм как-то вылетел отсюда, у него БКБ был в кулдауне. Не проконтролили ли его. Да, я думаю, там оверсайд уже просто расслабились. Вероятно. Ну, бренок, бренок, БКБ и сатаник, если что. И 13-1-14 счет. Да. Напоминает мне петуха с прошлого. С прошлого. Только там, конечно, за 40 минут, наверное, был такой счет. Это в 16-2, по-моему, в 16-2-14, что-то такое, да, был похожий. Поставил всякий раз, украл. Пак себя, индиско, что-то вообще точно не умереть в хроносфере или что-то в этом духе, заворчить, там, например. Ну, смотрели, вот я смотрю, Шторма очень хороший Нетворс. Что вообще супер странно, если честно. Ну, у него реально хороший Нетворс, учитывая ситуацию на карте. Ну, он просто фармит, и у него 6-5 счет. Ну, у него киллы, да, киллы есть какие-то, которые... Он просто рекомендует. Марси забрали, допустим, да. Пака убили. А там же на них стрик. Вот и все. Вот оттуда ты и золото, и это дота. И, несмотря на это, оверсайд все равно не пушит. Ну, они аегис ждут, я думаю, второй. Просто и все. Просто ждут второй аегис. Верхнюю башню сил тимы атакуют. Ну, или просто, так сказать, пьют торнадо и заряжаются на последний пуш. Что думаешь, может быть такое? Может быть такое. Ну, хоть насладиться напитком. Самое главное. Это правда. Марси. Что, заход? Кристаллит есть. Сейчас, смотри, Бойт умрет за ульт. Марси. Там БКБ поражалось, кстати. Но... Не помогло. Там, кстати, с путь их штормом накрыли. Волочко прожимает на кефар. Готов как бы драться. На БКБ ты сейчас закончишься. Команда-то уже потеряна. И мне кажется... Блин, Марси такой герой классный. Вот реально просто классный. Вот за ним наблюдать просто невероятно приятно. Вот особенно вот его момент... Именно Core Марси. У которого очень много слотов. Который просто прыгает и начинает боксировать. И у него есть, допустим, какие-то криты баши. Это... Затем очень приятно наблюдать. Просто герой любой умирает за секунду. Вот реально. Абсолютно. Просто за секунду. Марси за счет этого и сильна. Прилетает прион на Аршаном. Будет сейчас просто... Избивать. Аршанчиком. Ну что, заход на Аршан наконец-таки. Да, вот тот самый. Но я думаю, после этого уже точно игра закончится. Потому что это уже просто жесточайшее избиение. На протяжении там 30 минут. 43-11. Но это не игра. Это не соревнование. Это просто... Показывает то, что ребята абсолютно разных... Пилов? Ну, разного уровня просто играешься. Как индивидуально, так и командно. Поэтому, не знаю, что сказать. Сейчас они просто полетят на топ. 25 хп в вышке стоит. Ну, которая продолжает стоять еще. У Киллт Бойз. Дает Вич Доктор тут возле вышечки. Завтра Аганим через 200 голды. Но я думаю, что... Не без Аганима справится. Но уже докупается. Аганим везет курица. И если они успеют кинуть... Аганим на Стексторм, то это все. Да, допустим, на Шторма там или на Войда. То там даже близко вообще никакой драки не будет. Хотя я считаю, что основной потенциал драки это в Шторме. У него КСН, ДД, Порчет. Но это единственная игра, у которого есть на Творце. Хороший. Поэтому... Ты единственный игрок, который вообще может хоть в теории перевернуть. Ого-го, как же там быстро просто слетела фуражка. Как тебе? Ну, без доктора. Фуражка себе делай. Это Дейдаллс. Это Дейдаллс. Действительно. А там Стексторм-то аганимный. Ты двоих героев-то накрыл уже, по-моему, да? Дизраптор у нас, да, так и есть. И просто до этого фуражка забил Крайдом. И в это время Марс под Фонтаном убил за одну секунду СНФР. Все, гуд гейм подписали, ребята. И Де Бойс. Ну, это было очевидно уже на четвертой минуте. Ну, для меня на четвертой. Ну да, там... Слишком это было сильно.